Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вам очередную приманку, которая работает круглый год, но также хорошо работает зимой. Я взял крючок TMS200R, 16 номер. Если есть возможность, лучше, конечно, вязать на 18. И немножко грузил его свинцом. Тело я буду изготавливать из остатков. Вот у меня есть вот такой материал, как силикон резинки. Закрепим нить красная, закрепим нашу резиночку и в натяжку почти до самого загиба и закрепим нашу резинку. И здесь у загиба для сегментации нашей мушки я возьму кусочек серебристого голографического люрекса. вот такого. Если по каким-либо причинам у вас этого материала нет, можете взять медную проволоку. Но вообще сама по себе личинка имеет красное тело, а сегментация у него по телу идет белыми фракциями. Вообще существует больше двух с половиной тысяч разновидностей личинок комара. Но мы с вами сейчас будем изготавливать больше собирательный образ, чем какую-то конкретную личинку. делаем вот такую небольшую форму, придаем, чтобы у загиба было тоньше, так как наша личиночка сама по себе так и выглядит. А грудки сделаем небольшое утолщение, так и заодно как раз мы выйдем на уровень нашего свинца. Хорошо-хорошо проматываем, закроем наш свинец. Нить я использую 005, довольно-таки деликатная, приходится нежно с ней работать. Что я хочу вам сказать, пока я обматываю тело. Многие рыбаки, которые, допустим, используют искусственные приманочки, такие как разные нимфочки бокоплавов или же вот личинку нашего комара, жалуются на то, что не всегда есть поклевки. И после того, когда я начинаю спрашивать, а как вы эту личиночку, допустим, сделали оснастку и ловите рыбу. Ну, как-как, взял, прицепил и все, и я ловлю. Так вот, давайте я вам немножко расскажу о том, что личинки, если идет их массовое движение для того, чтобы потом вылупиться, они движутся не одна. Поэтому нашу рыбу, как говорится, это настораживает. Желательно две, три, а то лучше всего и четыре подцепить эти личиночки, и они должны быть постоянно в движении. Опять же, не на середине русла, а ближе к камышам. Теперь к растительности. Я беру, промазал немножечко клеем наше тело и начинаю у загиба я вот так в натяжку, чтобы не увеличивать диаметр нашего тела. И, двигаясь ближе, сейчас возьмем зажим. Для удобства лучше, конечно, зажать передержателем. И, двигаясь до грудочки, мы натяжение нашей резинки ослабеваем. если у вас нет, допустим, вот, как у меня, такой силиконовой резинки, можно полностью изготовить тело из нитки. Но для этого тогда понадобится нить, хорошая ровница, для того, чтобы тело выглядело у нас идеальным. доходим до края свинца и в натяжечку крепим нашу резинку. Подтянули, остатки отрезали. Для того, чтобы более качественно держался люрекс и вначале не скользил у нас, я совсем немножечко вот так в некоторых местах добавлю лака. И выполняем теперь сегментацию нашим люрексом. У загиба я делаю один полный оборот, наклоняю крючок, чтобы мне было удобно. и с равным шагом начинаем сегментировать наше тело. лаком такому принципу я изготавливал цветной опарыш. Если вы хотите, можете посмотреть в интернете на моем канале. Цвета можно использовать разные. Цвет личинок даже в одном вылуплении может быть разный. Начиная от серого, коричневого, черного. Все зависит от температуры воды и от того, какая была кормовая база. Остатки отрезали. Как вы видите, у нас вышло вот такое симпатичное, красиво сегментированное тело. Теперь для продолжения нам необходимо взять совсем немножечко, буквально 5-7-8 бородок нашего пера охотничьего павлина у фазана желательно не отрывать, а отрезать, потому что мы заодно сразу подровняем наши бородки. Подровняли бородки, остатки те, которые тонкие, отрезаем. У нас должна выйти вот такая вот наборочка наших перьев. И почти у самого колечка я креплю вырез нашего пера. Следим за тем, чтобы он у нас ровненько лежал над колечком. Если по каким-либо причинам не получается, лучше снять, взять тогда несколько нам больше длину, вот так, притяжной петлей с этой стороны подхватить, подровнять. и остатки отрезать. Обычно у этих нимфочек усы изготавливаются с использованием антрона. Так как я вам уже говорил, мы будем использовать материалы, те, которые доступны нам. Не у каждого есть, допустим, возможность приобрести антрон, или же его в ваших магазинах просто он отсутствует. Поэтому я вам сейчас покажу вариант, когда можно изготовить несколько из другого пера. Во всех седлах петуха существуют вот такие придаточные перья. можно, конечно, использовать и перо страуса, но учитывая то, что страус еще более экзотичен для нас, чем пуховое перо, мы с вами будем использовать пуховое перье. Для этого я возьму самой тонкой части, оторву вот эту, которая мне немножечко мешает, и закрепим наше перышко. цвет желательно, конечно, чтобы был белый. Закрепили. И выполним два, три, в зависимости от того, какая пышность вашего пера. Смотрите по количеству тех бородок, которые будут у нас здесь образовываться. не забываем подправлять наши бородочки, чтобы они у нас не подламывались и смотрели вперед. Если у вас выйдет несколько пышнее, чем вы планировали, это не страшно, подрезать можно будет всегда. Закрепили. Остатки отрезали. и все равно немножко нам придется с вами потрудиться для того, чтобы завершить мушку, используя вот перо павлина. Если по каким-либо причинам нет у вас пера павлина, используйте любой серый, коричневый, черный, даббинг. Если имеется у вас вот такой даббинг, это даже приветствуется, если, допустим, нет пера. Возьмем, немножечко намочим наши вот так вот перья, которые мы намотали, уведем вперед, чтобы не мешали при намотке. Закрепили перо и нить мы немножко уведем за перо. Выполняем намоточку так, чтобы у нас была хорошая пышная грудь. Где-то порядка 2,5-3 миллиметра больше можно эту грудь и не стараться увеличивать. Вот где-то так достаточно будет. Закрепили наше перышко, остатки отрезали. Берем теперь верхнюю часть наших белых перьев, которые мы наматывали, слегка раздвинем вот так в сторону, чтобы вышла равная часть, поделим пополам. И накрываем теперь нашим чехольчиком, создаем грудочку. крепим нить, меняем, также крепим все это красной нашей нитью, так как у нас тело все красное. Остатки я отрезаю и на место крепления я капну капельку клея совсем немножко и промажу сразу своим клеем чехольчик. Клей гелевый имеет достаточную эластичность и в то же время закрепит наш чехольчик. Если у вас нет, используйте лак. Промотали место крепления и сделали завершающий узел. Я переверну так, чтобы было видно вам достаточное количество перьев. У нас несколько даже много, поэтому желательно сделать как намочили и увели все перо вперед. Буквально миллиметра два с половиной три оставляем наши кончиков. Наши перо хорошо себя ведет в воде. И уже эта мушка проверенный вариант не только зимой, но весной, летом. Рыба обманывается очень хорошо, поэтому пробуйте, друзья, как у вас получится. Используйте удобные для себя материалы. И вот такая симпатичная мушка, которая имитирует личинку комара, у нас уже готова. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!